Девушки отдыхают И за рубежами нашей страны И в студию я пригласил экспертов Это Архимандр Георгий Шестун Добрый день, баюшка Доктор педагогических наук, между прочим Посему, собственно, это же Тот самый доктор, который занимается Воспитанием людей Доктор педагогических наук И Игорь Владимирович Вершинин Депутат Самарской губернской думы Президент Положки социально-гуманитарной академии Доктор филологических наук Доктор, который тоже имеет непосредственное отношение К ценностям И тоже долгое время учил Тех самых врачей, которые должны заниматься В каком-то смысле воспитанием Докторов таких, педагогических Вот вопрос к вам Уважаемые гости Первый такой Ну, наверное, немножко банальный А вы ощущаете Дефицит ценностей Сегодня в обществе Я не говорю в себе В обществе Батюшка Мне говорите Да, да, да Какого детей Во-первых, ценности Это то, за что человек готов отдать свою жизнь И вот ценности, они бывают материальные Бывают культурные Бывают религиозные, духовные И разговор о ценностях Это разговор достаточно сложный Потому что ценности стали понять Использовать только конец 19-20 века То немецкий философ в основном Потому что люди жили не в ценностях А в традициях Был образ жизни Который предавался Из одного поколения к другому Поэтому сейчас Вот меняется образ жизни Человека Пытаются изменить его Потому что традиция Это тот образ жизни Который является спасительным для народа И вот если народ живет в традиции Как жили отцы Как жили прадеды То Этот вот исторический опыт Который сложился На протяжении там Многих столетий, тысячелетий Он всегда выводил народ Из самых страшных Вот событий исторических Народ умножался Опять жил Если желаешь, чтобы народ Исчез с лица земли Зимни ему традицию То есть с ними вот этот Защитный образ жизни Который спасал его И мы видим, что сейчас Меняется Вот этот традиционный уклад жизни Который основан на православии Конечно же На православии На церковной жизни В первую очередь Для русского народа И мы видим Демографические проблемы Экономические проблемы Человек изменился Он стал Собственным врагом Своего народа И вот здесь Не то, что нехватка А здесь Немножко Такая беда у нас С этим То есть это нехватка А выпадение из традиции Выпадение из традиции И вот И все сейчас Направлено на это И в образовательной сфере И вот в идеологической Хотя, говорят, идеологии нет Она, естественно, есть Как не говоришь, что ее нет Она все равно Никуда не исчезла И нам говорят Про национальность Нам говорят Про национальность Все равны И сейчас вопрос О конституции Там играл Как роль православия В истории России Это вообще Я думаю, что это Только безумный человек Может эти вопросы обсуждать Конечно, играл Конечно, православная цивилизация Конечно, Путин Сам в Алдайской речи Назвал Слава Константину Константину Леонтьеву Что это Было фактически Посвящено Россия, государство, цивилизация Вот это вот Цивилизация какая? Католическая? Мусульманская? Да нет, конечно Восточно-византийская Мы от нее веру взяли Православная цивилизация И вот в этой Православной цивилизации Росли Все остальные Ценности были другие Мусульмане были другие Они росли Вот в одной семье Сейчас все беда Татарстана, например Не в том, что там Ислам И то, что они татары А в том, что Туда пришли ваххабиты С другим исламом У нас был ислам Молитвенный Был духовный Такой Тоже Они привыкли жить Они почти стали Вот Мечеть стали считать Приходами И вот Эта цивилизационная Единственная Разрушается Оно безоснов Вот Что беда Что надо признать Что есть Государство Образующий народ Носитель Цивилизационной Идентичности Есть народ Есть вера Которая Вот Сформировала Вот это Многонациональное Единство И когда извне что-то поступает Уже инородное То естественно Это как Компьютерный вирус Который разрушает Все программы жизни Я бы знаете Хотел чуть-чуть Продолжить этот разговор И немножко Конечно Большое искушение Сейчас вот В такую Войти в Научную Полемику Тут можно и Обратиться К античной Трагедии К античной Философии Потом Посмотреть Как Через века Эта тема Развивалась Проблема Очень на самом деле Серьезная Я вот впечатлен Ну в кавычках Впечатлен Совершенно недавно Опубликовали Буквально вчера По-моему Опубликовали Исследования Наших коллег Ученых Из Института психологии Российской академии наук Они исследовали Психотип Психологический образ Российского гражданина Восьмидесятых годов И сегодняшнего И вот выяснилось Это говорят исследования Ученые Это сегодня официальный Что сегодня Человек стал В три раза Более агрессивным Менее терпим Восемьдесят процентов Преступлений Происходит спонтанно Вот на Ну можно сказать На каждой четвертой Семье насилие Вот Какая Мы сегодня подошли К какой-то черте Мне кажется Понимаете Ну посмотрите Вот Вы тоже Коснулись Средства массовые Простите Информации Телевидение Кто у нас выступает Некими Духовными Не представители Нашей Православной церкви Либо другой Официальной религии Или ученые А выступает Волочкова Например Дает комментарии Сейчас буквально Ко всему Что происходит Или Алибасов Например То есть люди Ну я не знаю Нравственный Афторитет Которых Ну мягко говоря Да А посмотрите Вербальная агрессия Вербальная агрессия Вот Если вы включите Телевидение И вот Не смотрите Какой-то сериал Про Милицию И так далее Вот может Наши передачи Тоже смотрю Между прочим Но вы же не отличите Как говорят уголовники И как говорят полицейские Ведь это Посмотрите Криминальная лексика Криминальный язык Уже звучит И простите И у ваших коллег Совершенно И у политиков Это Понимаете А ведь слово Ну Батюшка не даст Это ведь Великая сила Я уж не буду Встревать Вашу Епархию И цитировать Священное Писание И так далее И об этом Тоже много Посмотрите Как разговаривают Наши И к сожалению Студенты Они не ругаются В смысле Они не в каком-то Эмоциональном Находятся Таком возбуждении Они просто разговаривают Ну ведь там Сплошной мат Вот идешь по улице Идут молодые люди Просто беседуют Понятно Но есть вопрос В следующем То есть Ну а Ведь у людей Возникает потребность Так себя вести Они же Ну как-то же Она же возникает Она же откуда-то берется Она же Ну тоже есть И вот вопрос В том Почему это происходит С ними Ну это на самом деле Понятно Что духовные ценности Традиционные ценности Российские Разрушали Слава Богу Сколько Да там С 1917 года Как минимум Ну и раньше Ну понятно Как минимум Как минимум Как минимум Поэтому вопрос Вопрос ведь о том Что у людей Есть потребности В этом Знаете Да Дело Потребность Я думаю Не в потребности Дело в неком В некой безответственности Ну в отсутствии Некой Ну просто Бытовой культуры Если хотите Вот есть такое понятие Бытовая культура Есть культура Научная Есть культура Духовная А есть просто Бытовая культура Ну задастся Простой вопрос А куда же она делась Она если была Еще в 80-м году Какая-то бытовая культура Которая сдерживала Бытовую агрессию Или может просто Милиционеры тогда лучше Работали Их боялись больше Если это же Такой естественный вопрос А куда Ну здесь Слова священного писания С преподобным Преподобным будешь Состроптиво развратишься Ну да Потому что есть условия В которых человек растет Просто вот Если грязный воздух Человек растет больным Если пища нездоровая Он тоже больной Есть духовная атмосфера Есть культурная атмосфера Вот уровень Этой атмосферы Условия В которых живет человек Он сейчас упал просто И Почему молодежь Она живет в таких условиях Страшных Если бы мы жили в таких условиях Мы уже бы хуже были бы даже Чем они Но Здесь вот это главное Что Господь Создавил человек Чтобы он жил с кем-то Не один Вот с ним Когда с Богом живешь Ну ты Божий Человек Если в церкви живешь Ты стремительно свят Вся ценность Мотивы Смыслы другие И вот сейчас Разрушило вот это условие В которых человек живет В педагогике ведь Главное создать условия Как вот образовательная среда Культурная среда В школе Если директор создает Ученик туда попадает Как один директор Говорит Как и горит В рассол И хочешь не хочешь Просаливается Здесь человек тоже Какой рассол попадет А сейчас есть Но он какой-то Скверный Вот понимаете Вот это речь По своим словам Правдающих По словам Своим осудящих Господь На Писании Говорит Какие речи Какие смыслы Подмена смыслов Идет Сейчас Человек Упал с духовного Орна материальные Чистые У него одни Рубли Ценности Такие Материальные Когда низший Стал управлять Высшим Вот что происходит Это делается Искусственно Надо сказать Что говорят одно Что нужно Такать Духовность Поднимать Образование Падать Среда образовательная Женита Семейная Среда Образовательная Среда Масса Русского Человека До революции Тоже была Невысокая А при этом Духовная Составление Еще была Повыше Не скажите Насчет Образовательной Среды Насчет Невысокой Разные учебные Заведения По-разному Но Неграмотный Крестьян Был все больше Чем сейчас Мудрых Было больше Ну да О том и речь Ну во первых Институт семьи Он Почти разрушен Сегодня Понимаете Сегодня В семье Вот эта Воспитательная Функция Семьи Основная Накормить Чтобы Был одет Не хуже Других Чтобы у него Был ли Определенный Набор Гаджетов Иначе Как же Понимаете Вот Те же самые Лихие Стало На первый план Вышли проблемы Выживания Экономического Прежде всего Да Сколько Заработали А видим Мы на экране Как Живут наши В кавычках Звезды Они ходят По амбартаментам На каких яхтах Плавают Вот эти ценности Стали замещать То духовное Ведь Ну мы Это не то что Ностальгия Но мы же сидели Скажем Обсуждали Роман Трифона Я помню С мамой С сестра Приедет Она студентка Университета Филолог А я там Заканчивал Так сказать Только среднее образование Вот мы это обсуждаем Этот огонек Посмотрите Как раскупали Хотя и телевидение было Это же не то что мы Сидели с лучиной Если мы Вы видели что Вроде Две программы телевидения Было Притом извините Всего-навсего Сейчас-то побольше Кстати выбор Сейчас больше На самом деле Если уж говорим О средствах массовой информации Включи Спутниковое телевидение Это по-русски Море разнообразного материала Исторического Культурологического Но не смотрят К сожалению Да Поэтому Сложно сказать А посмотрите Я не могу Не потому что я Филолог Но я не могу Не сказать Мы Вот сегодня Встревожные Президенты И Валдайской речи Но он об этом И говорил Практически год назад И в своем послании Федеральному собранию Вот эта тема Была такой Магистральной Посмотрите В образовании Ну мы же сокращаем И это ни для кого Не секрет Я это знаю хорошо Как экс-ректор Вот Не дам Мы сокращаем Бюджетные места На гуманитарное образование Ну Если мы Фактически Уничтожаем Гуманитарное знание Ну Мы же Понятно К чему мы Движемся Если мы убрали Сочинение Мы разучили Наших детей Разговаривать А они играют Вот в крестики Нолики Рассуждать Чем всегда Вот Наша российская традиция Мы даже всегда считаем Знаете Вот россияне Все копаются Ну Такой вот образ Классическая литература Возьмите Чехова Там Бунина Достоевского Да Вот все время Разбираем все В своем внутреннем мире Когда сейчас разбираться Какой О каком внутреннем мире Когда надо Быстро Натренироваться И узнать Технологию заполнения Но с другой стороны Вот Посмотрите С другой стороны Все равно Духовный и нравственный Поиск у людей идет И при всем при этом Он не всегда идет В нужном направлении Но всплеск Вот оккультизма Например Стремление К разного рода Своеобразным Каким-то Духовным течением Это все равно Показатель того Что у человека Духовная потребность Присутствует Важно Понятно Что они там Не туда идут Не той дорогой Но Значит у людей Она есть Ведь это Духовная потребность Есть Вопрос Почему она реализуется В других каналах Есть желание Поесть Можно есть здоровую пищу А можно есть Суррогат Вот Вот эти оккультные Но это же вина Человека Который попадает Не в тот магазин Нет Мы сейчас не о вине Говорим человека А мы говорим О вине Может быть и общества И об ответственности Так вот вопрос Тогда извечный Что делать Да здесь ценности Они конечно определяют Вот они даже Формировались Очень четко Ясно Лопидарно Как слоган современный Да Ценность за веру Царя и Отечество За что человек Шел умирать Он первым За веру шел За царя Как символ Такого Российского государства Могучего Державного Цивилизационного Монархического И Отечество За землю Где родились отцы Где-то Является твоей родиной Вот это было Высшей ценностью Сейчас пытаются Нам навязать Высшей ценности Жизнь человеческой Например Это хорошо Это замечательная ценность Ну и Философ Иоан Ирин Говорил Если у тебя нет Жизни Чего-то Такого За что ты готов Эту жизнь отдать Твоя жизнь Глупа Бессмысленна Здесь Более высокие Вечи Нам навязывают Жизнь И тогда Ты что значит Если жизнь Высшая цена Значит тебе Можно купить Продать В армии Дезертир На войне Трус Что ты будешь Свою шкуру Сберегать А это От чего Это От того что Вера Вера Это понимание Того что Смерти нет Что есть Жизнь вечная Есть богатство Которое Ты с собой Не возьмешь В загробную жизнь А есть Которое возьмешь Это Жизнь души Твоей Чистота Души Твоей И вот Когда Вопрос Вот эти Веры Стали Как бы Задвигаться На вторую Павла Перестала Быть ценности Наша церковь Наша вера Православие За что В общем-то Все наши герои Князья и святые Воевали Александр Невский За что Воевал За веру В основном Почему Он отставил Веру И он стал Лицом России Вот это для него Было Для каждого Человека За веру Он готов был Отдать свою жизнь И он Шел Вот Новомученики Наши За веру Тоже Тысячи 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 Положили Свою жизнь Вот Такие ценности Вот живая душа Должна быть Человек перестал Ощущать Потому что Плоть Она занимает Это место Вот Извините Кстати К вопросу О потребностях Вот Я все время Вспоминаю Вот мы Об искусстве Если да Давайте посмотрим Да есть потребность Люди ходят в театр Вот что Два По-моему Года назад Я со своими студентами Нашего педвуза Мы пошли На спектакль В Самарт По Известной поэме Твардовского Василия Теркина Казалось бы Так какого-то Действия Но это поэма Сцена Очень такая Ну Будем говорить Ограниченное Пространство Декорация Ну понятно Студенты Плакали Вот девчонки Мальчишки Выходили из зала Но меня это Произвело Не меньшее впечатление Чем спектакль Они выходили С покрасневшими глазами И со слезами Понимаете Казалось бы Произведение Они не знают войну Они наверняка Они читали Ну или Дай бог Может быть читали Или слышали О Твардовском О Василии Теркине И так далее А с другой стороны Вот эти Ставятся сегодня Спектакли Где обязательно Ну посмотрите Что делают Шекспира Ну только Не ленивый Там Ну фактически Такая Уже идет И если Вот этого Нет Элемента То значит Ну какой-то Ты немодный Режиссер С русской Классикой Что с Чеховым И говорит Да это новое Прочтение Ну как За границей Онегина уже Да у нас сейчас Что Ленский Онегин И вот Куда мы студентов Условно приведем Вот на такой Спектакль Или на Классическую На Вишневый сад Чехова Чтобы они Почувствовали Этот дух Эту трагедию Этот излом Российский Или мы Поведем На произведение Ну это же вопрос Поиска Вот тоже Вам же ответить Что это вопрос Поиска театрального языка И с другой стороны Режиссеров можно понять Столько раз уже ставили Вишневый сад Что же Собственно А как ты его еще поставишь Только раз уже ставили Словно говоря Гамлет А как его еще поставишь Тут Да Когда Это сложно же быть Здесь не творческий поиск Коммерческий поиск Потому что Ну театр коммерческий Коммерческий успех Сейчас важнее Творчество И вот эти вещи Эпотажные вещи Они больше привлекают То же самое на телевидении Эпотажные вещи Они больше сейчас привлекают Потому что Вот На самом деле Мы создаем Сами условия В семье Вот В окружающей среде Вот Для того чтобы человек Был и нормальный И ненормальный И вот в этом Смысле что Человек Существо Которое к чему Должно опять Прилепиться Он не может жить один Вот если он Вот если он В хорошей Обществе Вращается Он культурный человек Если он выпадает Из этого общества Он попадает В другое общество И подобное Тянется к подобному Вот в чем беда И когда уровень Человек падает Он ищет себе равных И вот сейчас Сейчас мы видим Что В общем-то И остались И культурные Духовные люди Их не так много Ну Господь и говорил Небось Малое стадо Он всегда это говорил Но Они Это малое стадо Должно стать Духовными лидерами Лидерами государства Лидерами Не священники Это не какое-то Теократическое государство Но просто нормальные люди Должны Духовные Сами люди Управлять Вот обществом Тогда они будут Создавать эти условия А если все построено На экономике На деньгах И здесь экономика Зависит От нравственного Нужного человека Потому что одно дело Что человек за совесть Дело делает Ему Другое за деньги Но с другой стороны Как говорил же Патриарх Что за удвоение ВВП Никто же не пойдет Помирать Да Никто не пойдет А с другой стороны Ведь все равно Без определенного Духовного порыва И удвоение ВВП невозможно Тут как иначе Если вы говорите Об экономике Энергия же Человеческого Созидания Она все равно Основана На каких-то Внутренних Процессах Не только на желании Рубль заработать Но и на внутренних Процессах Потому что Созидательность Так каким Все-таки Должно быть Нравственное лицо Духовое Ну скажем Нравственная основа Нашего народа Как вы ее видите Как вы видите Владимирич Как вы видите Батюшка Ну я-то вижу Как вы видели Ее тысячи лет Что народ Должен Бога бояться Совесть иметь Любить Отечество свое Беречь его А давайте Когда нужно Вот за те ценности Которые Вот он имеет Свою жизнь Даже И вот это лицо Жертвенное Сдержанное Человек Ветерусский Он На самом деле Даже самые Вот богатые люди Они Лично Жили Очень Сдержанно Потому что Совесть Он уже не понимает А кто же Воспитывает Произошла Маргинализация Ценности На самом деле Они Я совершенно Согласен С отцом Георгием Они сформулированы Очень давно И они Буквально Прописаны В священном Писании Их Можно быть Верующим Но эти ценности Они И в кодекс Строителя Коммунизма Были перенесены Практически Ну там было Добавлено Нечто другое И в классической Литерарии И те проблемы Скажем Конфликт Между чувством И долгом Между должным И сущим Это всегда Волновало Вот эти темы Повторяю С античной Трагедии До Современного Театра Возьмите Фильм Бориса Васильева По его повести И других Писать Другое дело Как Сделать Эти ценности Образом Жизни И образом Мыслей Людей Как вернуть Вот это Фактически Маргин Ну Придавить Маргинальную Разрыв Маргинальную Да Составляющую Как от нее Отвернуть И вернуть К этим Конечно На образовании На семье Вот я И вот Наше Замечательное Средство Массовый информ Вот Мне кажется Ну и Конечно Для меня Например Неким Нравственным Ориентиром Кому Сегодня Можно Безоговорочно Вернуть Мне кажется Это конечно Институт церкви Это вне всякого Сомнения Здесь я Ну Будучи действительно Человеком Правда Не могу Не сказать Что Авторитет Остается Потому что Есть всякие Сомнения Идут Вот эти Всякие Политические Дебаты И страсти Бурлят Кому-то Верить Кому Не Верить Создаются Постоянные Образы Ну вот Я сегодня Депутат Самарской Губи Ну посмотрите В фильмах Ну депутат Вообще Не бывает Положительный Это обязательно Человек с криминальным Прошлым Обязательно Взяточник Ну то есть Ну Вы Не Увидите Положительных Героев Не так Интересно Показывать Публике Что же Вы Хотите Конечно Вот Месть Элемент Коммерциализации Это совершенно Точно Спасибо Вам Большое Я надеюсь Сегодня Мы хоть Каких-то Положительных Людей Показали Безусловно Я надеюсь Да Я надеюсь Что Положительные И поговорили Немножечко Какой-то Разговор Всегда Ну Таким Шажочком Куда-то Мы движемся Надеемся К чему-нибудь Хорошему Спасибо Большое Что пришли В студию Спасибо Что Поговорили Со мной С нашими Те зрителями Уважаемые Те зрители Спасибо Вам За внимание Всего Доброго И до новых Встреч